Вместе ульяновск на телеканале России. Добрый вечер. Смотрите в нашем выпуске. Ульяновские дороги не соответствуют ГОСТу. ГИБДД и прокуратура предписывают городским властям исправить ситуацию незамедлительно. Ульяновске хранится уникальная грамота Бориса Годунова, о чем в ней речь и как она попала в Симбирск. Лыжня России прошла в Ульяновске с задором. Первым к финишу пришел пожарный. Наконец дождались. Жители Сенгелеевского района готовятся к переезду из проблемного дома в новые квартиры. Что было и что будет – наглядный пример действия программы переселения из ветхого жилья в нашем регионе в репортаже Игоря Кранцева. Дому всего-то три десятка лет. Совсем молод по меркам архитектуры и градостроительства. Но вот с самочувствием у этого двухэтажного строения в Сенгелеевском районе большая беда. Крыша протекает. Отчего в подъездах огромные потеки на стенах. И ладно бы только в подъездах. В одной из комнат квартиры педагога Ирины Гуляевой постоянно осадки. Несколько лет назад просто бросили переклеивать обои на этой стене, говорит хозяйка. Проблемы эти давным-давно с крышей. И крыша течет, как только начинает таять снег или ливни летом и весной. И это очень сказывается на нашем жилье, потому что у нас обои отстают, потолки сыреют, в комнате сырость. В итоге дом был признан аварийным. А Ирина Юрьевна с семьей готовится к новоселью. В Сенгелееве на улице Шевченко завершилось строительство дома, в который переедут 43 человека из 4 аварийных зданий. Женщина с дочерью уже побывали в своей будущей квартире. Светлая и просторная, говорит хозяйка, и проводят небольшую экскурсию. Одна из комнат для внучки. Ей 12 лет. Она ее выбрала потому, что она такая просторная и намного больше, чем ее предыдущая спальня. Вот с этой стороны, наверное, у нее будет диван, здесь будет сток, компьютер, здесь будет шкаф. По данным регионального Минстроя, с 2019 года в регионе переселили в новое жилье почти полторы тысячи человек. До конца 2023 года, благодаря областной и федеральной программам, удастся улучшить жилищные условия почти трем тысячам наших земляков. Если мы выполним свои обязательства и до конца 2023 года переселим жителей из аварийных домов, признанных до 1 января 2017 года, то, соответственно, мы получим федеральную поддержку на дома, признанные аварийными до 1 января 2021 года. Тем не менее, аварийного жилья в области еще достаточно много. Новоселье ждут порядка 500 тысяч жителей региона. Игорь Кранцев, Сергей Свешников, Алексей Прохоров, Вести, Ульяновск. Снежные валы на пешеходных переходах, колея на зимней дороге, последствия обильных снегопадов по-прежнему заметны на городских трассах. Проверку дорог в областном центре сегодня провели сотрудники ГИБДД и прокуратуры. Какие нарушения выявили сразу же, увидела наша съемочная группа. Имеется нарушение ГОСТа, имеется снежный накат, рыхлый снег, который ГОСТом не допускается. Первые нарушения выявлены в частном секторе на верхней террасе. Образовавшаяся на дороге снежная колея затрудняет движение и может стать причиной ДТП. В ненормативном состоянии и пешеходные переходы, согласно ГОСТу, сугробы должны быть на расстоянии не меньше 10 метров от зебры. У нас в данный момент валы высотой где-то метр, которые недопустимы. Ситуация с очисткой городских дорог от снега на контроле прокуратуры. Выявлено нарушение в части несвоевременной уборки дорог от снега, а также неукомплектование техникой снегоуборочной подвинственной администрации города и учреждения. Отсутствие достаточного кадров для выполнения данного вида работа. И с чем уже приняты меры прокурорского реагирования. Главе города Ульяновска внесено представление также инициировано возбуждение дела административного нарушения в отношении виновных должностных лиц администрации города Ульяновска. На устранение нарушений у городской администрации ровно 30 дней. В случае, если требования не будут выполнены в срок, виновные предстанут перед судом. Ирина Шмыгова и Михаил Державин. Вести. Ульяновск. День всех влюбленных в книги. Сегодня традиционно отмечается Международный день дарения книг, который объединяет всех, кто дарит книги детям и прививает им любовь к чтению. Ульяновские городские библиотеки присоединились к общероссийской акции «Дарите книги с любовью-2022». Подробности в нашем сюжете. Маленький принц, Том Сойер и другие герои детства Амалия Гулиева сегодня принесла свои самые любимые книги, чтобы передать их в дар библиотеке. Не жалко с книжками расставаться? Нет. Почему? Потому что они будут другим детям приносить радость. И когда ты уже прочитала, наоборот, это только приносит тебе самую радость, что ты их отдаешь. День дарения книг хоть и международный с 2012 года, но в ульяновских библиотеках эта традиция существует уже 18 лет. За это время фонды пополнились более чем шестью тысячами экземпляров. У нас очень много читающих людей. И очень хорошо, что они готовы делиться своими книгами, которые уже прочитаны, которые прочитаны с любовью, которые нравятся. Эти книги у нас не принято выбрасывать. Это замечательная традиция, которая позволяет эти книги передать в библиотеке. Только за последнюю неделю библиотеки имени Пушкина подарили более 150 книг. Все они пронумерованы и обязательно подписаны. Мы ставим обязательно штампик. Книга принята в дар. И пишем фамилию дарителя. И когда человек приходит в библиотеку, ему очень приятно увидеть книгу со своей фамилией. Он понимает, что мы очень благодарны этому человеку и что книга получила вторую жизнь. В 2015 году Ульяновск получил статус самого читающего региона России, а также вошел в сеть креативных городов ЮНЕСКО по направлению литература. Неудивительно, что развитие библиотечной системы в городе идет стремительными темпами. И почти в каждом районе уже появились модельные библиотеки. Каждая библиотека модельная не похожа на другую библиотеку, а создается по своему собственному дизайн-проекту. И сегодня мы встречаемся именно в этой библиотеке, потому что планируем на 2023 год тоже подать заявку в федеральную в рамках нацпроекта «Культура», чтобы эта библиотека у нас тоже стала модельной. Проект преобразования обычной детской библиотеки в модельную уже готов. Это будет красивое пространство, комфортное и детям, и взрослым. И кажется, это станет отличным подарком для ульяновцев. Я в эту библиотеку уже хожу более чем три года. У любой книги можно найти все книги из ее серии. Тут все книги на свете, мне кажется, есть. Это самая лучшая библиотека. Ирина Силкина, Дамир Губеев, Вести, Ульяновск. Подлинный и уникальный высокий статус присвоен грамоте царя Бориса Годунова от 5 февраля 1605 года. Сейчас документ 17 века хранится в Госархиве Ульяновской области. Подробности у моей коллеги Марина Тимофеевой. Бобровые ловли, причем отдельные буквы, допустим, вот «Б» выносная вверх, а буква «В» в слове «бобровые», она похожа на современную букву «Д». Текст грамоты ответ на челобитную Курчукея Бурнашева из деревни Арык. Верноподанный просит отменить оброк на бобровую ловлю по речкам Белка и Брысь. В своем послании царь предписывает воеводам Голицыну и Кузьмину учинить указ, как доведется. Интересно, деревня Арык сохранилась и по сей день существует. Это ныне Кировская область, Малмышский район. Но вот на современных картах, к сожалению, речек Белка и Брысь мы уже не найдем. Четкий и хорошо читаемый текст, узнаваемая, размашистая скоропись. Вот оно, заключение экспертов. Сохранность грамоты Бориса Годунова удивила специалистов еще в 2020 году. На древнем списке фрагменты водяного знака, след в восковой печати. Все свидетельствует о подлинности документа. Это достояние республики. После долгих экспертиз документ удостоен высокого статуса. Грамота царя Бориса Годунова внесена в государственный реестр уникальных документов Архивного фонда России. Документальный памятник 17 века попал в регион в составе коллекции, собранной еще Симбирской ученой архивной комиссии. Марина Симофеева, Михаил Державин, Вести, Ульяновск. На базе Ивановского детского дома откроют учебно-методический центр патриотического воспитания молодежи «Авангард». Здесь ульяновские старшеклассники и студенты будут проходить начальную военную подготовку. Как преобразится учреждение, когда начнется первая смена, ответы в нашем репортаже. Территорию бывшего детского дома превратят в настоящий военный городок. Спортивную подготовку будущие призывники будут проходить на новом стадионе. Здесь установят скалодром и армейскую полосу препятствий. Оттачивать мастерство строевого шага. Молодые люди будут на плацу. Причем распорядок дня строго регламентируют. Конечно, не будем относиться к ним как к солдатам. Мы просто будем давать основу дисциплины, воинского распорядка, воинские ритуалы. Из чего это состоит? Это и караульная служба, и служба внутренняя. То есть мы будем это рассказывать и практически показывать. Для занятий в зимнее время года установят хоккейную коробку. В порядок приведут местное общежитие. Отремонтируют и учебный корпус. Здесь оборудуют тир, закупят необходимое для обучения оружие. Осваивать азы военных профессий будущие призывники будут в обновленных классах. Там будет класс от ДСАФ. Это подготовка водителей с тренажерами. Это будет парашютная подготовка. Там будут парашюты, соответственно, будут учить детей, как собирать, знакомиться. Кто-то полюбит, понравится, и они пойдут в ДСАФ и будут заниматься там. На территории городка появится тактическое поле с инженерными сооружениями. В планах и строительство собственной конюшни для подготовки солдат для президентского полка. К работе привлекут новые кадры. Педагогов, которые будут вести военную подготовку. При этом прежний персонал сохранит свои места. Основные все сотрудники у нас села Ивановка, Зеленая Роща. Они все остаются на своих рабочих местах. Почему? Потому что они в основном на должностях, те, которые необходимы будут для нового учреждения. Первую пятидневную смену в «Авангарде» проведут уже в мае. Подобный учебно-методический центр патриотического воспитания молодежи в ближайшие годы откроют и в Димитровграде. Ирина Шмыгова и Дамир Губеев. Вести. Ульяновск. Юбилейные зимние соревнования «Лыжня России» состоялись в нашей стране в минувшие выходные. В 40-й открытой всероссийской массовой гонке на лыжах приняли участие спортсмены и любители в 72 субъектах России. В том числе и в Ульяновской области. О том, как проходили старты, расскажем далее. Центральный старт юбилейной гонки «Лыжня России» традиционно состоялся в Заволжском районе на биатлонной базе «Заря». Здесь, несмотря на пандемию, собралось несколько сотен спортсменов и любителей этого зимнего вида спорта. Все ради здоровья, чтобы не болеть, ради праздничного настроения. Хочу, чтобы больше народу участвовало в «Лыжня России» и в спортивных мероприятиях. Почему? Ну, почему? Сейчас народ у всех на телефонах сидит. Спорщины и мероприятия мало ходят. Вот я хочу, чтобы побольше народу спортсменов и мероприятий хотелось. Чтобы, как говорится, воду из духа, испытать себя на прочность, дойти до финиша и морально поддержать нашу сборную на Олимпийских играх. Поддерживали нашу сборную не только на стадионе «Заря», но и по всему региону. Про профессионалов у нас сегодня заявилось порядка 100 человек, с которым участвовали именно сегодня здесь, дали старт себе. И порядка 200 любителей, они дадут старт уже в 12 часов дня. Плюс в району города, там где-то по 100-150 человек тоже у нас стартует. Порядка 2-3 тысяч человек мы охватываем этой гонкой. Конечно, хотелось бы массовую. 1015, наверное, думаю, в следующем году мы все победим уже и сделаем большую гонку. Спортсмены-мужчины бежали 5 километров, женщины 2,5. Любители испытывали свой спортивный дух на дистанции 1 километр. Я вот вообще не лыжник, но мне кажется, нужно поддерживать командный дух и страны, и родины, и всех хороших людей, которые идут вперед, несмотря на все ситуации, дружно, весело. Это самая главная идея. Таких событий должно быть гораздо больше. И я честно призываю, чтобы все пробовали. Кто умеет, не умеет, неважно. Потому что все вместе мы не просто идем к финишу, мы идем к новым победам. И этот день действительно стал победным. И на Олимпиаде, и в стремлении к здоровому образу жизни. Дмитрий Емельянов, Элла Шахова, Денис Миронов. Вести Ульяновск. Защиту титула начали с победы. Накануне в Сыктывкаре стартовал финальный этап турнира «Плетеный мяч» среди команд 2009-2010 годов рождения. В состязаниях принимают участие 8 команд, в том числе «Ульяновская Волга». Наши юные хоккеисты в своем первом матче уверенно переиграли Кемеровский Кузбасс 9-2. По четыре раза отличились Мирослав Салмин и Глеб Зыков. Турнир юных хоккеистов в столице республики Коми завершится 20 февраля. В минувшем году ульяновцы стали чемпионами страны в этой возрастной группе. В тройке лидеров год назад также оказались команды из Красноярска и Хабаровска. И завершит наш выпуск информации синоптиков Ульяновского гидромедцентра. А я благодарю вас за внимание. Приятного вам вечера. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!